Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, в этом видео я хочу с вами поговорить вот о пчелах. О мотоциклами я заинтересовался, скажем так, уже с декабря прошлого года, то есть с декабря 2019 года. Я активно начал думать о приобретении мотоцикла, сделать себе права на категорию А. Так вот, я сейчас без подготовки это видео делаю, просто так спонтанно мне пришла идея в голову, поэтому буду немножко, может быть, заикаться, сильно не пинайте. Ладно. Так вот, я начал изучать эту тему, то есть, ну, пока зима, в принципе, в мотошколу тоже не работают все, ну, только теория и как бы, да. И я стал изучать теорию по вождению мотоцикла. Ну, меня эта тема очень сильно заинтересовала, я пересмотрел все ролики в шлеме, в общем, всех блогеров, которые вещают на эту тему, я всех посмотрел, да. И очень-очень я любил смотреть эти ролики, где, знаете, там всякие аварии, мотоаварии, ну, просто интересно анализировать, смотреть, что райдер сделал не так, почему упал. И вот я замечал очень часто, да, когда вот люди попадают в аварии, что они либо просто не тормозят, или, скажем, какой-нибудь такой, ну, не сильно крутой поворот, и просто в него не могут войти. И ты думаешь, блядь, что, в принципе, там поворот-то не резкий был, ну, не крутой, можно было легко в него войти. Почему? Просто он как ехал прямо, так и едет прямо. Или, скажем, ты видишь, что уже машина там уже из-за поворота, уже морду видно, что она едет. Почему ты не жмешь тормоз, а просто летишь, и все, времени там дополна. Ну, конечно, со стороны вот так это все смотреть, это все легко, кажется. Ну, знаете, как, на диване-то оно всегда просто и видно. Скажем так, я езжу уже с 2013 года, с августа, на скутере, то есть по сей день. И, ну, это получается уже что-то там 6,5 лет, да, если так сейчас на вскидку, грубо говоря. И я считал, что у меня уже есть кое-какой опыт вождения двухколесной техники. Пусть это скутер, не мотоцикл, но все же это двухколесная техника с мотором, да. Я считал, что у меня уже 6 лет опыта. И знаете, что я вот выяснил, с тех пор, как я стал интересоваться вообще всей этой мототехникой, я понял, что я нихера не умею ездить. Вот реально, я вообще не умею ездить. То есть меня спасло то, что это скутер, и он едет приблизительно 50 км в час. То есть он как бы золоченный, то есть больше на нем ездить нельзя. Меня вот это единственное спасло от каких-то аварий или еще что-то. Если бы я сел бы сразу на мотоцикл, вот так же, да, просто сел и поехал, я бы поехал. В принципе, там много ума не надо, включить передачу, газ, сцепление. Это можно за полчаса этот навык так наработать. Но ездить тупо по прямой. Я 6 лет ездил на скутере, по сути, тупо по прямой. Если входил в какой-то поворот, то в принципе, что делал? Смещал просто немножко центр тяжести, влево или вправо мотоцикл. Мопед немножко наклонялся, но я входил в поворот. В принципе, на таких, на маленьких скоростях этого было более чем достаточно. Я никогда не слышал про контрруление. Я не знал, что это такое. Интуитивно, может быть, и делал это контрруление, но неосознанно. То есть навыка как такового контрруления не было. То есть по прямой мог. И дело в том, что многие и многие из райдеров, кто, скажем так, 15 лет назад, 20 лет назад при царе Горохе сделали права. Ну как сделали? Получили в подарок вместе с категорией B. То есть по сути не ездили. Или, может быть, там ездили на каком-нибудь стареньком мотоцикле где-то по деревне, по полям, но не важно. И вот купили, скажем, спустя 15 лет, права же есть, и купили себе серьезный мотоцикл какой-нибудь, там спорт. И вот он выезжает в город, да, он-то думает, что у него есть, ну раз права есть, значит, он умеет. А по факту-то ведь нифига. И потом мы видим такие вот видосы, где он едет просто прямо, и все, надо поворачивать, а он просто едет, как ехал, так и едет в отборник. Или просто, или надо тормозить какой-то базы рефлексов, а он ни хера не тормозит. Хотя там уже, ну, видно, видно, что уже, ну, ну, можно во многих случаях избежать эти все столкновения. Ну, люди просто не умеют. Со стороны, да, когда сидишь на диване, думаешь, ааа, что за фигня, он что, лох, что ли? Ну, там же, блядь, можно же. А просто, действительно, я просто по себе, я просто сейчас это реально осознал, что я ни хера не умею. То есть я умею ехать прямо, вот держаться за руль, давить газ и ехать прямо. Тут много ума не надо. Поэтому я себя сейчас вот заставляю, да, пока автошкола закрыта, ну, из-за карантина этого сраного с коронавируса, как раз получилось так, что я теорию сдал, и мне надо было кататься уже, и все закрылось. Я вот сейчас на скутере езжу, да, и себя заставляю именно осознанно применять контрруление, объезжать препятствия, вот именно нарабатывать рефлекс. И, действительно, блин, я реально, я был чест, я был реально уверен, что я 6 лет езжу, значит, я умею, значит, у меня есть какой-то опыт. А весь этот опыт, это просто фигня, это ничего не стоит, весь этот опыт. Поэтому, ребята, если вы, скажем, когда-то получили права, блин, там, и считаете, что вы уже умеете ездить, потренируйтесь реально, найдите специалиста, который вам покажет, расскажет, вот именно наработать эти базовые навыки. Я не знаю, как я понял, в России, да, напишите в комментариях, кто сдавал в России, там же нету такого, что вождение по городу на мотоцикле. Там же только вот площадка, да, площадку откатал, упражнения сдал, права получил, грубо говоря, да. Ну, просто в Германии, например, тебе надо откатывать, накатывать часы именно по городу. То есть, естественно, там сначала отрабатываются базовые упражнения на площадке, там эти змейки всякие, там экстренное торможение, а уже и после этого еще обязательно надо накатать часы в городе, потому что экзамен проходит тоже в городе. То есть, опять же, ты сдаешь сначала это упражнение на автодроме, показываешь инструктору, потом инструктор едет вместе с этим, с экзаменатором, который принимает экзамен в машине за тобой, а ты едешь на мотоцикле впереди, общение идет через локи-токи со своим инструктором. То есть, экзаменатор говорит инструктору, куда надо повернуть, а уже инструктор тебе в ухо говорит, там, поверни там направо, поверни налево, там, или еще что-то, ну, дает уже команды. Но обязательно надо откатывать в городе. И экзамен тоже проходит в городе. По длительности он стандартно где-то занимает около часа. Но у меня пока еще этого не было, я вот жду, пока сейчас снимут эти, снимут карантин, и сразу начну кататься. Я постараюсь записать вам видосы, как это будет происходить, ну, по крайней мере, обучение. Экзамен, наверное, я не буду снимать, там, наверное, стресса будет и так без этого. А пару часов вождения, может быть, я постараюсь снять и выложить у себя на канале. Поэтому, если вам интересно, если вы сейчас смотрите этот видос, то подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и не пропускайте новых видосов. Еще раз, ребята, прошу прощения, что я немножко тут заикаюсь в этом видосе, потому что оно было так спонтанно, без сценария, просто вот как от души пришел записать, поговорить с вами. Ладно, всем всего доброго, будьте здоровы, а с вами был Вилли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok